Степанакирское время 17 часов. В прямом эфире общественного радио. Русскоязычная новостная передача «Голос Арцаха» на календаре вторник, 26 января. Я Сейран Карапетян с основными новостями часа. Карен Саркисян назначен министром внутренних дел Арцаха. Парламент рассмотрел проект госбюджета 2021 года. В Арцахе стартовала новая жилищная программа быстро строящихся домов. Оказанная властями Армении беженцам из Карабаха помощь недостаточно, заявил экс-мэр Шуши. Школа села Шош вновь распахнула свои двери, возвратились почти все ученики. Амбудсмен Армении представил новые доказательства укоренившейся в Азербайджане армянофобии. Итак, новостной блок в подробностях. Сегодня президент НКР Рай Каратюнян посетил новосозданное Министерство внутренних дел, представил личному составу министра Карена Саркисяна. Глава государства выразил признательность сотрудникам госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиции, вошедших в состав нового министерства за отличную службу в тяжелый военный период, подчеркнув, что в мирных условиях эти органы также имеют важные функции. По словам президента, служебные и социальные проблемы сотрудников ведомства постоянно будут находиться в центре внимания руководства страны. В ходе встречи президент коснулся поствоенной ситуации, восстановительных работ, подчеркнув, что нас ожидает тяжелый и долгий путь по восстановлению и усилению страны, в которой в сердцах все будут иметь возможность жить и созидать. Коснувшись статуса республики, Арайка Арутюнян подчеркнул, что даже в сегодняшних сложных условиях мы продолжим борьбу за международное признание независимости республики Арцах и какой-либо статус в составе Азербайджана просто невозможен и неприемлем. Сегодня состоялось заседание финансово-бюджетной комиссии парламента республики под председательством ее руководителя Артура Арутюняна. На заседании были обобщены, начавшиеся 30 декабря прошлого года, обсуждения проекта госбюджета НКР 2021 года в постоянных парламентских комиссиях и фракциях. Госминистр министр финансов Григорий Мартиросян поблагодарил парламентариев за заинтересованные и активные обсуждения, сообщив, что поднятые депутатами в их ходе вопросы и предложения найдут место в проекте госбюджета в форме изменений и дополнений. После положительного заключения комиссии Артур Арутюнян проинформировал, что проект главного финансового документа страны будет рассмотрен на пленарке 4 февраля. Аппарат защитника прав человека Арцаха опубликовал доклад об актах вандализма в отношении армянского культурного наследия на территориях оккупированных республик Азербайджан и угрозе уничтожения армянских памятников. Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня, под контролем Азербайджана остались не менее 1456 недвижимых памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь, церковь, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Норк, Армирована, Мирика, Херена и многочисленные крепости, замки, святыни и другие памятники. Под контроль Баку перешли также 8 государственных музеев, в которых хранилось 19 311 экспонатов, а также частные музеи ковров и армянского драма в городе Шуши. В отчете представлен ряд случаев вандализма и уничтожения армянского культурного наследия во время Азербайджана турецкой агрессии и после прекращения огня, в том числе случаев умышленного нападения и вандализма в отношении соборов Казанчетсоц, Святого Христа Всеспасителя и Каначжам Шуши. В отчете также говорится о политике Азербайджана по преднамеренному распространению дезинформации об армянском культурном наследии Арцаха и так называемой албанизации культурных памятников, что угрожает уничтожению армянского культурного наследия в Арцахе. Действия и заявления азербайджанских государственных органов и общественных деятелей показывают, что это специальная государственная политика, основанная на преступной политике разжигания ненависти к армянскому народу. Аппарат омбудсмена Арцаха считает безотлагательным, чтобы соответствующие международные организации, в первую очередь ЮНЕСКО, предприняли действенные и незамедлительные меры по сохранению культурного наследия на территории Арцаха. Народ Карабаха неожиданно для себя столкнулся с множеством проблем. Люди оставили все, что у них было, и переехали в Армению, покинув свои дома. Об этом на встрече с журналистами 25 января заявил экс-мэр города Шуши Арцвик Саркисян. У многих из них, по заверению экс-мэра, оказались лишь те вещи, в которые они были одеты. Люди просто не знали, что происходит. Они думали, что уезжают на несколько дней, что скоро вопросы будут решены, и они вернутся в свои дома. Но, к сожалению, этого не произошло, сказал Арцвик Саркисян. Проблем, по словам экс-мэра Шуши, множество. Они связаны и с неблагоприятными бытовыми условиями, и с едой, и с одеждой. Да, есть благотворительные организации и добрые люди, но этого, к сожалению, недостаточно, заметил Саркисян. Бывший градоначальник оккупированного Шуши заметил, что съем квартиры в Армении обходится беженцам в астрономические суммы. Государство, конечно же, оказывает финансовую поддержку по этой части, однако выделенных средств явно недостаточно. Есть программа, по которой беженцам из Карабаха выделяют 68 тысяч драмов, а затем еще 15 тысяч. Однако эта госпрограмма по каким-то причинам не распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 58 лет. Да, я несколько раз поднимал данный вопрос, однако мне заявили, пускай идут и работают. Но где им работать? Работы-то нет, посетовал экс-глава города Шуши. Школа села Шош после некоторых ремонтных работ распахнула свои двери перед 65 учениками. Об этом сообщили во Всеармянском фонде Армения. В 2004 году при содействии филиала фонда Армения Торонто в селе Шош была построена общеобразовательная школа. Большинство жителей уже вернулись в село. После войны село Шош оказалось в приграничной зоне. Школа после некоторых восстановительных работ открыла свои двери и уже посещают ее 65 учеников. Хорошая новость заключается в том, что в школу вернулись почти все ученики, пояснили в фонде. В селе Овсе-Паванос Киранского района стартовала пилотная программа по строительству быстро строящихся домов. Об этом сообщил министр градостроительства Арцаха Арам Саркисян. На первом этапе планируется построить пять деревянных частных домов легкой конструкции. Частные дома финского варианта, усовершенствованные применительно к арцахским условиям, будут иметь площадь 80 квадратных метров с двумя спальнями, гостиной, кухней и внутренней ванной комнатой. Кроме того, они будут иметь прилегающую территорию площадью в тысячу квадратных метров. На первом этапе министерство градостроительства заказало деревянные дома различных моделей. После будет решено, какая из них соответствует климатическим условиям Арцаха и местным условиям. После выбора соответствующего вида за три года планируется построить более 7 тысяч таких частных домов, уточнил министр градостроительства. По его словам, на сегодняшний день в Министерстве градостроительства зарегистрировано 4300 заявлений на получение домов. Рассмотрено около 2000 заявок. Кроме того, завершены и ремонтные работы около 1200 строений. Приблизительно 800 заявителям были предоставлены соответствующие строительные материалы для самостоятельного проведения ремонта. В настоящее время строительные работы ведутся примерно на 800 строениях, пострадавших в результате войны, добавил министр. Омбудсмен Армении Арман Татуян представил дополнительные доказательства глубоко укоренившейся в Азербайджане ненависти и вражды к Армении. Татуян на своей странице в Фейсбук опубликовал несколько цитат из сообщений реальных пользователей азербайджанского сегмента социальных сетей. В частности, они пишут «Надо убить и армянских женщин, и армянских детей». Это член коллегии адвокатов Азербайджана. «Мне не жаль армянского ребенка. Лучший армянин – мертвый армянин». «Выживших армян нужно убить. Пытайте перед убийством» и так далее. Главный вопрос заключается в том, что в упомянутых публикациях используются те же слова, которые употребляют представители азербайджанских властей и деятели культуры. Причем в этих изданиях есть как азербайджанские, так и турецкие источники, указал Арман Татуян. Он также отметил, что те же фразы используют азербайджанские военные в видеозаписях с пытками и случаями бесчеловечного обращения с армянами. Подошло к концу эфирное время программы «Голос Арцаха». Мне остается сообщить о погоде в среду. По прогнозам синоптиков, 27 января на территории Арцаха ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 5-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0-3, днем от 7 до 12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, до встречи на волне общественного радио Арцаха завтра в это же время. До свидания.